приветствую вас друзья дорогие уже несколько дней прошло если неделя уже или как сестра людмила лазаренко из киева мы с ней трудимся в одной команде на преподаватель института по индуктивному изучению и вот слава богу я видел что она уже в польше но еще была в киеве она когда попросила меня сделать в одно видео в котором в этом видео ответить вот на такой вопрос дать наставление христианам беженцам о том как оставшись одними в другой стране о чем им думать что делать чем делиться с верующими с неверующими как этим людям действовать теперь так что в этом видео я хочу обратиться к христианам к верующим которые сейчас они оказались в роли беженца в статусе беженца не находятся где-то где-то в одной из страны европы друзья откройте пожалуйста вместе со мной послание кефесянам 5 глава послание кефесянам 5 глава и кстати я хочу открыть тут у меня есть библия вот этот новый перевод как слово жизни называется и мне нравится как в этом переводе мне кажется что чуть тут тут звучит чуть лучше так что откройте со мной послание кефесянам 5 глава начиная с 15 стиха и вот тут написано так и так это эти слова обращены к верующим христианам и написано так итак смотрите поступайте осторожно не как глупые но как мудрые это слово божие для нас для нас для верующих в этой ситуации очень важно чтобы каждый из нас каждый из вас поступал мудро поступал как мудрый поступал осторожно не как глупый а как мудрый и дальше объясняется что это означает говорит дорожите временем потому что в эти дни много зла вот тут слово время это греческое слово кайрус греческом языке есть два слова которые на русском переводится как время это слово кронос и слово кайрус слово кронос это означает просто измерение времени или определенные промежутки времени которые измеряются течение времени время которое течет вот вот слово кайрус которое здесь используется это означает возможность сезон. И вот это трудное время, через которое мы проходим, вы проходите сейчас, это есть сезон. Кстати, апостол Павел так думал о каждой ситуации. Помните, он, когда находился в вузах, вот, к примеру, в послании к Колоссянам 4 главе, но всегда, когда он говорил, что он находился в вузах, даже и то, что он находился в вузах, самые трудные ситуации в своей жизни, он смотрел на эти ситуации как на возможность, как на сезон, на возможность для того, чтобы приобретать людей для славы Божьей. Так вот, то, что сейчас происходит, это есть возможность. Дорогие, я молюсь, чтобы Бог помог вам выйти из этого мышления беженцы, потому что вы не беженцы, это Бог отправил вас на миссию, на огромнейшую миссию, и вы играете очень важную роль. В первую очередь, вы должны сейчас проповедовать Евангелие людям из вашего народа. Люди из вашего народа, все эти люди, которые убежали из страны, все те, которые остались в стране, они как никогда открыты для Господа, как никогда не открыты для Евангелия. Вы, наверное, видели, как на границе там у нас я проповедовал в толпе, и когда приглашал людей, они принимали Иисуса Христа. Я видел также в Украине, я видел везде, на каждом месте, куда бы я ни шел, приглашаю людей принимать Иисуса Христа, и они сразу его принимают, они сразу решаются стать учениками Иисуса Христа. Так что сейчас это есть сезон, хотя трудно для вас, неудобно, но это и сезон, когда вы можете приобретать людей для Христа. И очень важно, чтобы вы поняли это, что дал Бог в этой трудной ситуации, Он дал вам богатый сезон, богатый урожай, для того, чтобы вы собирали плоды для Царства Божьего. Дальше тут написано так. Дорожите временем. Значит, надо дорожить этими возможностями, которые дает это время сейчас. Дорожите временем, ибо... Потому что в эти дни много зла. Видите, в эти дни много зла, многое, что происходит, и это означает, что это время не будет всегда. Эти возможности люди потом ожесточатся. Вот люди сейчас принимают Слово Божие, и мы сейчас должны проповедовать. И, к сожалению, вот очень много и пастыря, и миссий, и церкви, они чересчур загружены работами. Потому что и в Молдавии мы должны принимать беженцев, мы должны встречать их на границе, мы должны их кормить, напоить там, одеть, найти транспорт, потом помогать им где-то остановиться в Кишиневе, помогать им транспорт находить, чтобы они дальше ехали на Европу. И мы можем потеряться посреди всего этого и не делать самого важного, а именно проповедовать им Евангелие и призывать их к тому, чтобы они стали учениками Иисуса Христа. Я, как пастырь, постоянно стараюсь это делать. Постоянно призываю всех людей, которые со мной, всех людей в церкви, всех лидеров, которые работают со мной, всех других служителей, постоянно призываю, чтобы мы проповедовали Евангелие. И вот, видите, мы должны дорожить этой возможностью, потому что в эти дни много зла, и мы должны не упустить эту возможность, чтобы мы приобретали людей для Христа. Дальше написано так. Не будьте легкомыслены, 15 стих, так переведем здесь. Не будьте легкомыслены, а лучше старайтесь понять, в чем заключается воля Господа. Видите, можно проявить легкомысленность сейчас. Как? А вот так. Как верующий искать того, что тебе удобней. Ну, сейчас все вышли из комфорта. Люди все оказались, кто-то, все оказались только тем, что есть в чемоданах, вы уехали. Все оставили дом, оставили то. Сейчас пропал комфорт. И вот легкомысленно будет сейчас искать комфорт. Бог дал вам возможность проповедовать вам сейчас. Вот вы, допустим, остановились в одном центре, где, допустим, 100 беженцев, 200 беженцев, 30 беженцев, 50 беженцев. И вы ищете комфорт, вы ищете, где там есть церковь, чтобы вас приняли отдельно, чтобы вам предоставили отдельную комнату и так далее. И всё, вы отделяетесь от этих людей, а вы как раз нужны там среди этих людей. И оставаясь там, жертвуя своим комфортом, но оставаясь там среди этих людей, у вас есть возможность проповедовать там, образовать церковь, начать там. И мы готовы всем способствовать вам. Вот мы уже напечатали учебники на вашем языке, эти сорокаминутные учебники для того, чтобы вы преподавали людям. Вы свяжитесь с нами, мы вам предоставим эти учебники. Но, видите, легкомысленно будет сейчас искать этот личный комфорт. Легкомысленно будет сейчас покидать то место, в которое Бог поставил вас, чтобы вы проповедовали, чтобы вы собирали много плода. Да, будет легкомысленно, чтобы вы оставили это место, и чтобы вы уехали там, где у вас есть родственники, или где есть церковь, где вам дают все условия, но вы теряете вот этот богатый урожай, который Бог вам дает. Поэтому, дорогие, я очень призываю вас, чтобы вы не были легкомыслены, но лучше, чтобы вы старались понять, в чем заключается воля Господа. Воля Господа нашего Иисуса Христа, она написана в Слове Его, в Библии. И Он в Библии говорит так, «Итак, идите по всему миру и делайте учеников». В этом Его воля. Это самое главное наше призвание. В другом месте написано, что вы род избранный, как Бог призвал, чтобы вы возвещали богатство Его, чтобы мы делали учеников. В другом месте говорится, чтобы мы свидетельствовали в Иерусалиме, там, где находимся, в Иудее, в Самаре и до края земли, чтобы мы делали учеников Иисуса Христа. Вот это. Так что тогда, когда перед вами стоят много возможностей, одна возможность оставаться в одном центре, где живут, в государственном центре. Вот я молюсь сейчас, чтобы Господь проговорил христианам. К примеру, в тех центрах, где живут по 200, по 300, по 400 человек, они живут в одном месте, на раскладушках, в больших залах, чтобы христиане пошли туда, поселились туда среди них, и чтобы они начали проповедовать. И начали церковь прямо там, там, у своей кровати. У своей кровати собирать людей, проповедовать людям, делать изучение. Мы предоставим вам, мы принесем вам эти материалы, чтобы вы там образовали, там, в этом месте образовали церковь. Да, и не думайте так, как некоторые говорят. Да, это же временно, ничего не надо. Тем более, если это временно, надо начинать. Если это временно, тогда надо начинать. Через наш дом в Кишиневе проходили много людей. Мы принимали очень много беженцев и отправляли их дальше. Но абсолютно каждый человек, который заходил, когда я встречался с ним, я говорил Евангелие этому человеку, призывал его к покаянию, показывал этому человеку, как изучать Слово Божие. И, таким образом, я дал этому человеку возможность познать Господа Иисуса Христа, возможность стать Его учеником. Тем более, если человек есть у нас на короткое время, мы должны воспользоваться этим. То же самое в Мукачево, я видел, там, в том центре, центре для беженцев, которым руководит Сергей, зять мой, там в один день пришли люди на автобусе. Где-то 40 человек, 35-40, я не знаю точно, сколько их были, но этих людей должны были накормить и отправить дальше. Они накормили, Сергей пригласил меня, я пришел, проповедовал им очень коротко, говорю вам 10-15 минут, прямо изложил Евангелие, потом пригласил всех людей сесть на колени, мы преклонили колени, помолились, я пригласил их молиться, принять Господа Иисуса Христа. И потом сказал, кто из вас приняли Христа, пойдите туда в комнату, вам дадут учебник, и чтобы вы прошли первый урок, чтобы вы увидели, как изучать Библию. А дальше вы отправляетесь, и вы обязательно найдите церковь, креститесь и становитесь учениками Иисуса Христа. Видите, если у нас мало времени, чтобы мы воспользовались этим временем для того, чтобы проповедовать. Поэтому, дорогие, я очень молюсь, чтобы вы вышли из этого мышления беженца, чтобы вы поняли, что Бог отправил вас на миссию. Вы освободитесь от этого мышления беженца, вооружитесь этим мышлением миссионера. Кстати, жизнь миссионера, я тоже, я живу на чемоданах, я вот в последнее, сколько, как началась эта война, я в машине, все в машине. Видите, только большинство видео я делаю из машины или из домов, куда я, где я остановился. Вчера делал видео в Клуж, там остановился у брата, там делал видео. Теперь делаю в машине здесь. Всегда делаю откуда-то с других мест. Но это важно, чтобы мы сейчас выбрали, видите, не наш комфорт. Там написано, будьте мудры, будьте рассудительны. Как там? Давайте еще раз прочитаю. Да, тут написано, найду место. Да, не будьте ликомыслены, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. В чем заключена воля Господа, не наш личный комфорт. Не то, что удобно нам сейчас. Если мы мудрые, мы будем искать этого. Что касается всех других, да, знаю, у каждого из вас есть свои страхи. Много страхов, которые не знаете, как поступать дальше, что будет дальше, что вас ожидает дальше. Оставьте все эти страхи в стороне. Послушайте, в послании к филиппийцам написано так, начиная с 4 стиха. Всегда радуйтесь в Господе. Кстати, это есть повеление. Это не опционально. Это не так на выбор. Если хочешь, радуйся. Если не хочешь, не радуешься. Нет, нет, нет. Это повеление, которое Бог дает нам верующим. Он говорит, всегда радуйтесь в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Это пишет нам апостол Павел, когда говорился в очень некомфортабельных условиях. Он находился в вузах. Дословно в вузах. Не в переносном смысле. Он дословно, руки его были в вузах. Он был в тюрьме. И он говорит, всегда радуйтесь в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Пусть ваша крутость будет известна всем людям. А крутость означает принимать все из рук Божьих. Как из рук Божьих. То есть принимать спокойно всякую ситуацию. Все, что происходит в жизни. Вот это очень важно для всех, для нас. И молюсь, чтобы Господь помог вам принимать каждую из этих ситуаций легко. Господь близко. Это мы должны знать. Мы не смотрим на то, как страшно все вокруг, на все угрозы. Не знаем, что будем дальше с вашей страной, с нашей страной, с Молдовией, со всем миром, что будет дальше. Как закончится эта война, как долго будет длиться, что будет дальше. Мы знаем одно. Господь наш близко. Поэтому наш взор направлен на него, на небеса. Мы ждем нашего Господа. Мы ждем восхищения церкви. Господь наш близко. Поэтому, говорит, не заботитесь ни о чем. О чем заботятся многие сейчас, ну, христиане. Заботятся о тех, которые остались там на Украине. Мужья, сыновья, отцы и так далее. Заботятся о них. Заботятся о том, что будет дальше. Работа, дом, в какой стране остановиться. Что будет дальше вообще. Писание говорит, не заботитесь ни о чем. Ну, посмотрите вы, как хорошо принимают везде. Во всех народах вас принимают хорошо. Бог отправил вас на миссию. Да еще Бог поднял все народы, чтобы поддержали вас. Все народы с любовью принимают вас. Предоставляют вам все возможное для того, чтобы вы занялись миссией. Сравните себя с первыми христианами, которые убежали из Иерусалима, когда начались там гонения. У них всего этого не было. У них не было, тогда не было еще христиан, никто их не ждал. И вот все эти трудности, которые есть у вас, у них были в 10 раз больше. Они убежали без ничего, должны были найти место, снять место, снять квартиру, кушать, накормить семью, находить работу. Это очень трудно было. Их никто не встречал. Там не написано в Библии, что их встречали, что их... А вот здесь Бог так позаботился, чтобы все народы вокруг встречали вас, позаботились о вас, чтобы вы, все верующие Украины, чтобы вы смогли сосредоточиться полностью, отдать себя полностью проповеди Евангелия и образованию новых церквей. Сейчас там, где вы находитесь, чтобы вы образовывали новые церкви. Еще. Тут написано так. Не заботьтесь ни о чем. Но во всем, через молитвы и прошения, с благодарностью, открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, имейте такое обетование, что мир Божий, превосходящий всякое понимание человеческое, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Да поможет вам, дорогие, чтобы именно так все и было. Чтобы мир Божий был в ваших сердцах, чтобы ничего не украло этот мир. И да поможет Господь вам, чтобы вы сосредоточились на это. Образовывайте церкви, проповедуйте Евангелие, призывайте людей к покаянию, потому что Господь наш близко, и мы должны спасать как можно больше людей. У нас светлое будущее. Давайте сейчас собирать урожай для Царства Божьего. Давайте сейчас приводить людей в Царство Божье. И куда бы вы ни были, дайте нам знать. Посмотрите, в описании этого видео есть мои контакты. Свяжитесь со мной. Мы предоставим вам материалы. Я теперь нахожусь в Румынии. Вчера приехал в город Лугаш. Побуду еще здесь два дня, потому что надо оформить документы на Павла, который родился, внука нашего. И это могу только я делать. Оформлю эти документы, все сделаю. И после этого отправляюсь в... Наверное, поеду сперва в Венгрию, потом поеду в Чехию. Хочу навестить Игоря, там Демковского, в Чехию. Потом приеду в Словакию, навещу туда Дарко, Кралика. Потом поеду в Польшу к Сергею Кармалаку. Хочу во всех этих странах помочь наладить наши служения, чтобы мы смогли содействовать во всем образованию новых церквей среди украинцев там. Неважно, в какой вы стране находитесь, дайте нам знать. Мы сейчас делаем все усилия, чтобы напечатать во всех этих странах, чтобы мы напечатали учебники, материалы, чтобы мы предоставили вам эти материалы, предоставили подготовку. Мы хотим содействовать во всем, чтобы там образовывались церкви. Но эти церкви только вы можете образовывать. И когда думаем о церкви, мы должны уйти из тех шаблонов, которые были у нас до сих пор. Все, выходим из тех шаблонов. Раньше, помните, год, два, три молились, чтобы церковь начинала образовывать новую церковь. Потом собиралась команда, потом думали о здании, бюджет и так далее. Все, все, это оставляем. Церковь образовывается там, где люди принимают Иисуса Христа, где проповедуется Евангелие. Люди принимают Христа, люди становятся учениками, изучают Писание, живут по Писанию, крестятся. Вот в этом месте образовывается церковь, и вы можете образовать церковь прямо там, где вы находитесь сейчас, в том центре для беженцев, где вы находитесь. Что-то маленький или большой. Но если у вас есть возможность пойти в большой, ищите как можно больше. Ищите там, где много места. Поселитесь там, в эти места для беженцев, где много беженцев. Поселитесь, да, будет хорошо, чтобы вы жили там, на этой раскладушке, чтобы вы жили вместе с ними неделя, два, три, месяц, и вы образуете церковь там. А мы вам будем предоставлять материалы, чтобы вы работали там. Вы можете это делать. Поэтому, дорогие, да благословит вас Господь, да поможет вам Господь выполнить эту миссию. Молимся за вас, любим вас. Если вы еще не подписаны на этот канал, подпишитесь сейчас, потому что на этом канале я буду говорить много именно для тех, для беженцев, для служителей, которые работают среди них. И также хочу вас попросить, чтобы вы это видео отправили тем людям, которые вы думаете, что им крайне необходимо услышать сейчас. Еще раз говорю, это время, оно трудное время, но это есть кайрус, это есть благоприятное время, время, сезон, который Бог нам дал, чтобы мы приобретали много, много для Его Царства. Это время, в которое Бог дал неограниченные возможности для каждого христианина реализовать себя по максимуму для Бога, реализовать себя по максимуму для Царства Божия. Да поможет вам Бог это сделать.